Я как-то вычитала, что вы придумали свое звание гениалиссимус. Для меня гениалиссимус – это та личность, которая предвидела время, которая изменила во многом мировоззрение людей, сформировала какие-то чувства, которых раньше не было. То есть повлияли не только на разум и на душу, но и на время человеческого бытия. Но гениалиссимусов в моем понимании действительно не очень много. Это ведь тоже от Бога через вашу руку? Или в чем же этот секрет, на ваш взгляд? То, что написано, написал я. Но я не мог это сделать без помощи тех высших сил, которые этого хотели. Но мусость, я всегда говорю, садится только трудящимся на плечи. Она не прилетит просто так с бухты барахты. Ты должен ее звать своим трудом, своим желанием что-то сделал. Тогда она, возможно, откликнется. Все можно исправить, добавив щепотку Розенбаума. Он нашел себя полностью и окончательно в возрасте 30 лет. Неожиданно для всех врач скорой помощи оставляет медицину и всецело посвящает себя музыке и сцене. И по сей день его выступления не нуждаются в дополнительной рекламе. Поверьте, в зале не будет пустых мест. Напротив меня поистине народный музыкант и поэт. Я с особым трепетом представляю вам маэстро Александра Розенбаума. Александр Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. И огромное вам спасибо за то, что приехали и позволили поговорить с вами. До свидовольствия. Здравствуйте. Конечно, приятно, потому что люди считают тебя своим. Люди той страны, в которой ты живешь, которая тебя родила, которая тебя держит в себе и на себе. И с которой ты кровью повязан. И когда люди этой страны говорят тебе такую вещь, значит, это хорошо, это приятно, конечно. А для вас культовая личность? Вот в вашем личном рейтинге, как любят говорить, это кто? Культовая личность – это для меня тот человек, без которого невозможно представить себе то или иное событие, то или иное место. Вот просто невозможно, говоря о, я не знаю, о Рахманинове не вспомнить его дом в Тамбовской области, загородный, к примеру. Вот Рахманинов для Тамбовской области – культовая личность. И так далее. Я не могу представить себе любовь без Купидона. Купидон – это для любви, это культовая личность. И так далее. Невозможность представить себе что-то без чего-то – это и есть. Давайте разбирать по порядку. Первый отзыв о вас, преданный гражданин своей страны. Преданность – вот хотела спросить сегодня. Что такое преданность? Да. Преданность – это полное разделение чаяний страны, истории страны, традиций страны, мыслей людей, которые живут в этой стране. Потому что любовь к рекам, озерам, городу и березкам – это инстинкт. Это просто инстинкт. Когда говорят, вот он там, надо воспитывать патриотизм. Я не знаю, еще в бюджет закладывают деньги на воспитание патриотизма. Это совсем смешно для меня. Патриотизм, он либо с кровью, с молоком матери и с молоком родины всасывается, либо что его воспитывать? Как можно воспитать любовь, я не знаю, к маме? Ну как? Это невозможно. Она либо есть изначально с материнским молоком, либо ее никогда не будет, если у тебя такая мама, которая не позволяет себе себя любить. Я как-то вычитала, что вы придумали свое звание «Гениалиссимус». Есть у вас такое? Я недавно, я придумал, я действительно сам дошел, но как меня поправили, я благодарю, что впервые это использовал Войнович, но после Войновича это почетно. То есть вот оно было рядом и на слуху, и вы наконец-то об этом сказали. Ну, в принципе, да. Почему список такой маленький? Почему там только Войнович и Высоцкий у вас? Нет, смотрите, конечно, для меня вот это слово «Гениалиссимус» с положительным знаком, со знаком «плюс», потому что говорят, что у Войновича, я не читал, к сожалению, я сейчас буду читать это произведение, его обязательно, но говорят люди, что там «Гениалиссимус» достаточно отрицательное значение. Я говорю в положительном смысле этого слова. Для меня «Гениалиссимус» – это та личность, которая предвидела время, которая изменила во многом мировоззрение людей, сформировала какие-то чувства, которых раньше не было. То есть повлияли не только на разум и на душу, но и на время человеческого бытия. Конечно, таких людей достаточное количество. Для меня, я упомянул Владимира Семеновича Высоцкого и Миши Жванецкого, для меня это люди, которые действительно предвосхитили очень многое, которые формировали общество. Говорить о гениях и о талантливых очень людях, ну, их очень большое количество. Список будет бесконечный. Ну, список будет очень большой, он не будет бесконечный. Но гениалиссимусов, в моем понимании, действительно не очень много. В музыке, допустим, если там, шостакович. Никто же не говорит, что Макроусов, он блестящий композитор. Но Дмитрий Дмитриевич, это человек, предвосхитивший очень многое в музыке, как Битлз, например, да? Потому что Пинк Флойд – замечательный коллектив. Я его очень люблю, я очень их люблю. Но Битлз – это гениалиссимусы. Пинк Флойды – это талантливейшие и бесконечные люди. Видимо, к слову гениалиссимус я еще приписываю высший разум. То есть, кто его как называет, кто его называет Господь Бог, кто еще как-нибудь. Но не без его участия гениалиссимус производится на свет. Не без его участия. Одним талантом не обойдешься. Одним талантом не обойдешься. Вы как-то сказали про свою публику, что у вас она разношосна. Это понятно, пять поколений сменили. Мы это уже обсудили. Сейчас идет пятое. Да, идет пятое поколение. Это ваши дети. Это правда. И здесь будут как продавцы пива, так и филологи, академики, юноши, девушки, 82-летние бабушки и так далее и тому подобное. Вы ведь остаетесь современным. Для каждого из этих поколений. Это то, о чем мы говорим, это ведь тоже от Бога через вашу руку. Или в чем же этот секрет, на ваш взгляд? Я не отрицаю того, что я в определенных моментах творчества являюсь передатчиком. Конкретно две темы я всегда об этом говорю. Это блатная тема и казачья. Это написал я. То, что написано, написал я. Но я не мог это сделать без помощи тех высших сил, которые этого хотели. Потому что меня ничего не связывало, по большому счету. Ни с первой темой, ни со второй. Тем более, мне было 23-24 года. Ну, я вас умоляю. Если мне сейчас какой-нибудь мальчик принесет что-нибудь, гоп-стоп, или там, шашка казаку подруга, я его спрашиваю, где я списал. С высоты сегодняшнего опыта, с высоты сегодняшнего своего знания, творчества, человеческой жизни и так далее. Но это честно написал все я, да? Но точно совершенно не без помощи тех сил, которые хотели, чтобы я это написал. Так же было не только со мной. Владимир Васильевич Высоцкий не воевал в Великой Отечественной войне. Он не сидел в Яке. И он много где не был. Изложив так тему, что люди думают, что как альпинисты и без Высоцкого. Как это он все смог? А смог это он, вне всякого сомнения. Но я думаю, что не без помощи тех высших сил, которые на него в данном случае рассчитывали. Вот такая история. Я здесь, готовясь к этой программе, наткнулась также на интервью Бориса Гребенщикова. И он сказал такую фразу, как только человек, творец, начинает думать не о чуде сопричастия, да, вот к чему-то великому, о деньгах, званиях, стандартных, стандартах. Гибель, я знаю, да, это все. Но это хотели, да, гибель, конечно. А у Вас понимание Вашей человеческой и творческой миссии было сразу? Или это у меня его и сейчас нет? У меня нет никакого понимания моей миссии. Я стараюсь свое дело делать честно и хорошо. Не более того. Конечно, я отдаю себе отчет в некоторых вопросах, о которых не хочется говорить. То есть, кто я, что я, зачем я. Я думаю об этом сам. Но как только у меня что-то там иногда... Хотя у меня такого никогда не было. Были пару моментов, когда я выпивала и иногда заносила, да. Ну, надо просто утречком подойти к зеркалу, взять себя правой или левой рукой за шкирку, потрепать и сказать, «Зорька, стоять, ты куда?» Вот и все. Для этого нужно иметь понимание того, что ты такой же человек из мяса и костей, как хлебороб Вася, или портниха Таня, или водитель грузовика Федя, или хирург Гриша. Надо работу свою делать хорошо, с пониманием того, что ты делаешь для людей. Прежде всего. Для себя, да. Себя родного надо радовать. И это очень важно. Но прежде всего смысл твоей жизни заключается в том, чтобы ты своим трудом принес пользу максимальному количеству окружающих тебя людей, никому при этом не навредив. Вот и все. Поэтому ни о каких миссиях рассуждать не надо. Люди потом... Ну, если при жизни хорошо, если тебя оценят, так сказать, и ты к этому нормально относишься. Но, в принципе, как правило, это все потом. Люди потом говорят. Они потом скажут, кем ты был и что ты сделал. В тех продуктах, которые ты оставил. Песни это, или здание, которое ты построил, или машина, которую ты придумал. Это все люди потом сами о тебе скажут. А ты о себе думать. Моя миссия сделать новый автомобиль, чтобы он был вот такой вот. Это надо тихо думать, спокойно, как работа. Хорошо, если к тебе прилетает муза, садится рядом с тобой и вдохновляет тебя, и помогает тебе. Это хорошо. Но если это муза... Но муза, я всегда говорю, садится только трудящимся на плечи. Она не прилетит просто так, с бухты барахты. Ты должен ее звать своим трудом, своим желанием, что ты сделал. Тогда она, возможно, откликнется. Александр Яковлевич, ну, как любой творческий человек, и это ваши коллеги также подтверждают, вы натура тонкая, ранимая. Случались ли у вас в жизни истории, когда вы сами обесценивали себя и свое творчество? Разочарование в каких-то своих произведениях бывает, конечно. Но главное их преодолеть. Понимать, что ты не можешь работать... Да, у тебя есть твой уровень. Ниже которого ты не можешь опуститься, в принципе. И если ты чувствуешь, что ты где-то опустился ниже, нужно к этому нормально, философски отнестись. Стараться исправить что-то. Подтянуть опять себя до определенных параметров своей осциллограммы. Но отчаиваться не надо. А вы в себе долго копаетесь? И что вам помогает? У меня бывают, как у любого художника, как у любого творческого человека, вне зависимости от того, где он творит. У меня бывают застои какие-то, пропасти какие-то. Но это тяжело иногда, когда это затягивается. Но тогда ты должен обратиться к ребятам наверху и сказать, ребята, ну все, затянулось. Давайте, кончайте. Давайте опять будем жить дружно. Я понимаю, вы меня испытываете на что-то. Вы хотите, чтобы я там опустил руки или я не знаю, что вы хотите сегодня, чтобы я прыгнул в прорубь, не пойду. Давайте заканчивайте всю эту историю и давайте работать. Надо с ними разговаривать. Когда был самый затяжной период? И что помогло быстрее всего вернуться? Я не помню, честно говоря. Они были пару раз. Я даже их не запоминал. Они были, но... Наступает этот день, когда тебе что-то удается, и ты понимаешь, что от тебя не отвернулся. Ты это понимаешь. Не отвернулся. Все, значит, все хорошо. Бывает так, подходишь к инструменту, подходишь к переговору, к письменному столу подходишь, со второчкой мучаешься. И понимаешь, ну невозможно, ну не получается ничего. И вдруг в один прекрасный день, ба-бах, какая-то строчка хорошая, какие-то три ноты нашел потрясающих, аккорд какой-то интересный. И ты понимаешь, все, 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 нормально, поехали дальше. Прошлый год многим, многим из нас показался совершенно невыносимым. И вообще в мире произошли какие-то тектонические сдвиги. Сегодня мы уже можем об этом говорить немного спокойнее. Как вы считаете, нам, людям, вообще, этот год многое дал? Он помог в каком-то преобразовании? Или люди не меняются? Я не могу сказать, что... По вашим наблюдениям. Я не могу сказать, что это хорошие такие изменения. Идет процесс разделения общества. Довольно серьезного такого разделения, как мне думается. Даже не по классам, а по каким-то другим параметрам. Это не есть хорошо. Но из каждого минуса нужно выискивать какие-то плюсы, стараться. Меньше всего нужно падать на диван, опускать руки и петь по себе какую-нибудь похоронную песню. Потому что во всем надо выискивать какие-то плюсы. Творческим людям это бездействие. Творческим я имею в виду не искусство только, а вообще людям, которые думают, которые работают за столом, которым нужно мыслить, что-то делать, писать, выискивать математические формулы какие-то, для которых не хватает просто времени, потому что ты сидишь на работе. И ты должен вставать 8 и так далее. Высвободилось много времени для стола. Я бы еще раз говорю про себя. Но никогда бы не нашел полугода для того, чтобы я сидел в студии. Как должно, как должно приличным музыкантам, приличным людям моей профессии при записи серьезных альбомов, как правило, это длительная, большая работа студийная. На нее в наших гастрольных условиях никогда бы не нашлось столько времени. Я полгода отсидел в студии, я написал диск, который мне очень нравится. Я им горжусь. И это очень чувствуется, что он вам нравится. Мне удалось собрать хороших музыкантов, перкуссионистов, которые это все делали у себя в Рио-де-Жанейро. Скрипки писали люди из Великобритании, очень интересные. Сегодня технические возможности позволяют очень многое, о чем даже нельзя было мечтать. Мне нравится качество записи, мне нравится... Мне вообще там все нравится, если честно. Мне не стыдно ни за одно произведение, ни одним тактом, ни одним словом. Для наших зрителей, я поясню, мы говорим об альбоме «Ритм Ле Блюз». Он 20-го года, вышел в октябре прошлого года. Послушайте обязательно, это наша рекомендация, потому что фантастические аранжировки и замечательные тексты, за что спасибо вам огромное. У меня сложилось ощущение, что в этом альбоме у вас какой-то непрекращающийся диалог с Богом. Это так? У меня... Понимаете, мы все должны понимать, в принципе, что мы под ним ходим, под этим субстратом. Еще раз говорю, у всех высший разум называется по-разному. Я не буду об этом говорить долго. Но он существует. Он существует. И мы должны это понимать. И обращаться к нему нужно. Ну, по пустякам не надо. Но разговаривать с ним надо. И вообще любое наше действие это разговор с ним. Любое. Все, что мы не делаем, мы понимаем, что он это знает. Программирует ли он это или нет, это другой вопрос. Но он в курсе. Они. Он. Лаборатория по Земле на одной из планет созвездия там Белого Лебедя. Я не знаю, как это все. Но мы под ними. Мне безумно смешно, когда задается вопрос, одни ли мы во Вселенной. Вы что, сумасшедшие, ребята. Метагалактика без конца и края. Вы что думаете, мы одни здесь, что ли? Да мы муравьи в сравнении с некоторыми цивилизациями. Просто микробы. Я в этом убежден. Две песни «Истинно верую» и «Похмельный блюз». «Похмельный блюз», простите, да. Две песни, на которых я хотела бы остановить ваше внимание, это «Истинно верую» и «Похмельный блюз». Они ведь фактически звучат как молитва. Ну да, они совершенно разные, мы понимаем. Совершенно разные. Абсолютно. Из разных углов ринга просто. А историю их написания вы помните? Почему спрашиваю? Потому что многие ваши хрестоматийные вещи, они ведь были написаны буквально за час. Мгновенно. Для музыкантов. Ну то, что называется нелюбимым мной словом хит. Шлягер. И не очень любимым мною словом шлягер. Действительно, эти песни, они пишутся очень быстро. Не я вам один скажу. Это как раз тот случай, когда все собирается вместе. Твои разговоры с небесами, твое состояние здоровья, твое пережитое, накапливаемое к этому моменту. И вот оно все накопилось, и прилетела эта подруга, или друг сел тебе на плечо, и все сложилось. И все это тогда вылетает. И все это вылетает. Да, так эти две песни были написаны. Я не помню точных моментов, но я помню, что «Истинно верую» она была написана в открытом море просто, темной ночью. А «Похмельный блюз»? Ну, он «Похмельный блюз» написан в похмеле. Он именно про это и написан. Проснулся человек. Есть еще несколько песен таких. Каких? Ну, конкретно обращенных к Богу. Просто таких чисто чисто молитвенных. Когда наступил вот тот переломный момент, когда пришло озарение или понимание того, что Бог есть? Я думаю, лет к 50, наверное, я окончательно это... А что послужило? Не знаю. Просто жизнь. Жизнь понимала. Я, во-первых, никогда не был дарвинистом. Я никогда не верил в то, что мы произошли от обезьянов. Ну, они как бегали, так и бегают. И не верю. И верить. Я никогда не буду верить в то, что вот клетку океан вынес на берег и началась вся жизнь вот из этой клетки. наверное, сейчас надо мной хорошие ученые посмеиваются. Кто-то может сейчас выключить телевизор, но это их право. Но у меня такая мысль. Я не дарвинист. У меня есть масса доказательств к тому, что мы божьи дети. Расскажите о них. Ну, понимаете, даже множество языков рас и наций это не обезьянь и промысел. Ну, просто вот один. Я не буду, это много примеров тому. но даже то, что мы с вами говорим на огромном количестве разных языков, разных цветов кожи, ну, не от клетки это зависит, честно. так сделали, чтобы мы вот так жили, как мы сейчас живем, чтобы у нас были трудности в общении, которые мы разрешали там разными путями и так далее, и тому подобное. поэтому есть еще одна вещь, генетика, которую я очень ценю. Я всегда говорю о том, что мои любимые ученые это Вейсман, Морган и Мендель, основоположники генетики. потому что генетика, она смотрит очень глубоко в нашу сущность, в наше биологическое существо, и в будущее в том числе, и в прошлое. Но религия и вера это разные вещи. Религия это для меня способ изложения веры. Хорошо, когда твоя кровь единица с твоей религией, но бывает и по-другому совершенно. Потому что вера, она однозначно, да, мы веруем в этот высший разум, но эту веру каждый исповедует так, как ему близко. Есть масса не индуистского толка людей, которые выражают свою веру кришнаистам. Это нормально, но им так нравится, им так близко. Есть русские люди, живущие в Израиле, которые являются ортодоксальными иудеями, настоящие русские люди, им так нравится. есть иудеи, которые свою веру находят в православии и так далее и тому подобное. Поэтому для меня религия это способ изложения веры. Церковь это чиновники. Плюс-минус, такие же, как везде. И это мнение у вас не меняется. Никогда, абсолютно, оно не может измениться. Мы слишком много с вами знаем о деятелях церкви. И не будем расширять сейчас эту тему. Но я верю только схимникам, инокам. Для меня вот эти чиновники из скита, они для меня гораздо ценнее, чем из другой большой центральной организации. Есть еще такой момент. многим людям, таким рационалистам, знаете, им тяжело прийти к Богу, потому что они привыкли к тому, что я за все отвечаю, ответственность я беру за себя, за свои поступки, за своих близких. Поэтому прийти к мысли о том, что есть что-то большее, что от меня никак не зависит, им тяжело. Как вы с собой на эту тему договорились? Я знаю, я знаю, что есть плюс-минус плюс-минус, но, может быть, не каждый, но достаточно часто встречаемый человек, наблюдаем, скажем так, надо трудиться, надо трудиться по-любому, стараться достигать вершины для того, чтобы оправдать свое существование. Мы же не зря сюда присланы. Ну, не зря же вас мама с папой родила. Вы же не просто плод любви. Вы же рожденный человек, на которого возлагаются какие-то надежды. Мамой, папой, друзьями, товарищами, знакомыми, обществом и в конечном итоге. и вы должны сделать все для того, чтобы оправдать свое присутствие на этой земле. Вне зависимости от того, как там на вас рассчитывают. Потом все, там все разберется. Я всегда думаю, что нельзя отмолить грехи, тяжелые грехи нельзя отмолить в церкви, лбом убиваяся кафель там или плитку или еще какую-нибудь субстанцию. Они не отмаливаемые. Если вы себя спросите, помните ли вы свои грехи, вы скажете, конечно же, их не забыть. И отмолить их нереально. Просто вот простым поспи, отпусти мне грехи, милый. Нет. Ты свои минусы должна забить плюсами. Только так. У тебя есть минусов, не бывает много у приличных людей. Они есть у каждого, эти грехи. То есть, назовем их минусами. Они есть у каждого, у приличных их немного. И они все помнятся. Где ты кого обидел? Сильно. Очень. Где ты кого подставил? Сильно. Очень. Может быть, случайно. Но это произошло. И ты знаешь, что это было. Но их немного. И ты должен каждый, каждый, каждый день в любом деле там бабушку перевел через дорогу или еще что-нибудь сделал. Но ты должен эти плюсы зарабатывать, зарабатывать всю, всю, всю жизнь. И когда ты придешь на то, что называет публика страшным судом, к примеру, и тебе скажут, ну что, Сидор Петрович, с прибытием вас, во-первых, а во-вторых, значит, давайте мы посмотрим, что у вас там с минусами. А ты скажешь, не надо, я все минусы свои знаю. Пятого марта такого-то года, седьмого февраля такого-то года, посмотрите мои плюсы. Да, скажут, у вас, да, четыре, пять минусов, я вижу, давайте, и он понимает, что уж, по крайней мере, ад тебе не грозит, я говорю сейчас грубо, да, потому что ада нет, на мой взгляд. Но говоря, ад это вот здесь, где мы живем, но говоря образно, ад тебе уже, после того, как он про эти плюсы все почитает, ну, по крайней мере, на честилище можешь рассчитывать, на сковородке тебя там жарить не будут. А у вас много таких минусов? Они есть, я о них, конечно, никому не скажу. за которые вы не можете до сих пор себя простить? Конечно. И никакими плюсами? Нет, они, я закрываю всю жизнь, это там дальше они решат, закрыл я или нет. Но эти минусы, у меня их на одной руке, как вы понимаете, которые я не могу забыть и которые я никогда не отмолю. Я также не могу вас не спросить о ваших выступлениях в горячих точках. Мне интересен вот такой факт. Вы говорили, что в 87-м году, когда вы посетили Афганистан, по приезде вы практически полгода не могли ни с кем говорить. Да, это так. Почему, несмотря на такие серьезные последствия, как для себя, так и для своих близких, вы вернулись туда, а позже была Чечня и была Сирия? Чечня, Таджикистан, Сирия и многое другое. Потому что там там ваш брат, там дядя нашего оператора, там моя тетя, там дочка моего кореша, там люди наши с вами, народ наш с вами, родственники наши с вами. Сейчас давайте не будем говорить о политике. Правое, неправое, об этом вообще мы разговаривать не будем. Но они там, сейчас. Они почему должны не общаться с искусством, с песней? Они почему без поддержки должны там быть? Уж коли мы с вами не вышли там супротив чего-то. Страна-то живет, а они почему должны умирать без... Или жить. Не надо умирать. Не надо. Жить вот так. Есть закрытые вещи. Тюрьма, армия, тем более война. Закрытые какие-то люди в каком смысле? И те, я сейчас их не сравниваю, но и те, и другие не могут прийти ко мне на концерт. Потому что один в наряде, другой за решеткой, а третий в окопе. Значит, я должен прийти к ним за решетку, прийти к ним в наряд и прыгнуть в их в окоп с инструментом. Вот это моя задача. Как врача, как офицера, если хотите, как гражданина, как брата вашего, вашего сожителя по этой земле. А у вас когда-нибудь возникала мысль о том, что это может быть билет в один конец? Да, конечно, конечно, тем более на сегодняшних войнах. А ансамбль Александрова ничего, но они, слава богу, не на войне, но не слава богу в этом самолете, который... Я хотела задать вам этот вопрос. В 16-м году вы там были в феврале и в 16-м году в декабре... Я на этом борту вылетал, на котором они разбились. И я помню свое ощущение этого взлета. Потому что в этом самолете только коров не возили. Такой он был убитый. И так он тяжело взлетал. Да, я понимаю это, что это может быть. А тем более в Афгане, в Чечне. Это же все не войны с линии фронта. где здесь наши, а там враг. Если ты едешь, они здесь в зеленках все рядом с тобой, там здесь сейчас войны такие. И это не горячие точки, это не рыночный прилавок. Это войны локальные. Они, может быть, не мировые, но они локальные, но войны со всеми законами. Но сегодня они такие, что ты не знаешь, где ты действительно поймать можешь что-то. Но волков боятся в лес не ходить. Если не я, то кто? Есть масса поговорок по этому поводу. Прилетая оттуда, вы каждый раз прилетаете другим человеком. Что кардинально изменилось в вашем восприятии реальности? Я много знаю. К сожалению. поэтому каждый раз прилетая оттуда, я понимаю, что ни для кого, не только для нашей страны, это ни для кого, этого могло бы не быть. И должно бы не быть, но это происходит. у нас когда-нибудь получится, чтобы этого не было. Это вопрос опять долгий, сложный и очень тяжелый. К сожалению, самое гнусное, что он экономический, как мы понимаем. Он даже сегодня не идеологический. Абсолютно экономический. Вы сами затронули тему ваших выступлений в колониях, в тюрьмах. Их уже, я даже боюсь представить, сколько в вашем списке? Больше 50. Больше, да. Больше 50. Опять же, заходя в интернет, любой человек может увидеть эту фразу, что начиная с 80-х вы также берете шефство над детской колонией здесь в Колпино. Да, я там очень давно уже не был. Почему для вас это когда-то, вот тогда, в 80-х, уже стало так важно? Потому что это же оступившиеся люди. Еще раз говорю, первое, это закрытые учреждения. Закрытость учреждений, это не значит, что на них мы должны плюнуть и забыть про них. Второе, среди большого количества осужденных, арестантов, есть достаточно большое количество тяжелых рецидивистов. Есть очень большое количество по первости оступившихся людей. Вы знаете, что в женской колонии, я думал, допустим, в основном хозяйственники, преступницы, по хозяйственным преступлениям. больше половины убийц, по бытовухе, убивших своих мужей, допустим, к примеру. Ребята, их что, надо этих женщин бросить? Их что, нужно сделать преступницами? и не думать о них? Эти пацаны, которые в 15-16 лет или в 14 пошли на малолетку по каким-то преступным делам нехорошим, но кто-то там на ларьке уселся, кто-то мороженое спер, кто-то подрался, кому-то глаз выбил. Ну, к примеру, я не беру тяжелых, я прошу всегда, чтобы насильников, и тем более насильников малолетних у меня в зале не было. Это для меня табу. С этими ребятами у меня нет никаких вопросов и никаких общих дел по жизни, по душе. Но остальных большое количество людей, которым ты нужен, которых ты можешь подтянуть немножко, к тому, чтобы они, как говорят официально, встали на путь исправления. Но таких историй ведь много. Таких историй очень много. Вы получаете часто письма подобного толка? Письма уже сейчас люди-то не пишут. Сейчас уже письма не пишут. Сейчас смс-ки строчат в Инстаграм. Но раньше были письма, но самое встречали, подходили дяди ко мне взрослые, говорят, дядь, Саша, вы у нас малолетки пели, большое спасибо до сих пор помним. Дядям уже там под полтинью где-нибудь там. Они малолетками там были еще сидели. Ну, нормальные люди сейчас. Своё первое выступление вы помните? Моё первое выступление на малолетке там или вообще в зоне. Вообще в зоне. Вообще в зоне. Свои первые ощущения? какие ощущения? Я зашел через все препоны, прошел, отдал паспорт, зашел, попел, поговорил, посмотрел, вышел. Ну, люди разные, разные зоны. Я был и на особом режиме. Я помню полный плац полосатых. Сейчас такого нет. Мало сейчас кто может вообще вспомнить арестантскую полосатую форму. Я и у них выступал. Ну, и у детей, и у женщин, и на строгих, и на усиленных, когда они были еще эти зоны. И на общих режимах, конечно. И в крытых тюрьмах. Были ли выступления, которые до сих пор вот в памяти остаются? А они все почти в памяти. Они почти все в памяти, потому что они очень необычные, они очень экстремальные. Экстрим всегда экстремальные по тому, как люди, в каких условиях, где. Были концерты на плацу, были выступления в буре, как говорится, барак усиленного режима, карцер для четырех человек. Мне не смог начальник зоны отказать. Когда мы зашли в ШИЗО, я говорю, ну, надо же ребятам тоже что-то спеть. А не поняли, кто перед ними? Двое, да, двое нет. Их там четверо. Но никто не подал даже в виду. спешу. Ну, такие вещи были разные. Разные. Были смешные, были грустные. Самое забавное, что можете вспомнить? Самое забавное, зона строгого режима в Учкудуке. Я пришел, там 1200 человек сидит на плацу, на столе стоит табуретка, алюминиевая кружка. Я сказал, что мне нужен столик для записки. Выходит хозяин, то есть начальник зоны, Хамид Абдеевич Абдухаликов, я запомнил его. и говорит, граждане осуждены, сегодня к нам приехал наш друг, поискомпозитор из Ленинграда Альцар Розенбаум. Всем снять шапки, грудь четвертого человека видеть. Это начало концерта. Еще раз говорю, 1200 под ружьем сидит людей. Пою первую песню четыре хлопка. Вторую песню пою шесть хлопков. Третью пою пять хлопков. Я это дело останавливаю и говорю, дорогие мои, я вообще здесь в свободное время, я здесь даю вам шефское выступление, у меня сегодня выходной в моей гастрольной работе, если вам это не интересно, то я пойду, потому что мне есть чем заняться. и училка мне какая-то из четвертого ряда кричит. Им хлопать не разрешили, Александр Яковлевич. Я говорю, Хамит Абдеевич, можно хлопать людям? Пусть хлопают. Я говорю, начальник разрешил, хлопайте. Ну, дальше началось все как хвал. Вот это, я не могу сказать, что это смешно, но по крайней мере, это я помню. Это не смешно, но как это не было бы так смешно, если бы не было так грустно. По всем вашим жизненным этапам, я понимаю, что вы человек практически бесстрашный. Но у любого бесстрашного человека есть, все равно есть. Боюсь, боюсь, боюсь. А чего вы боитесь больше всего? Я боюсь, ну, прежде всего, болезни родных и близких, да? У меня есть семья, у меня есть четыре внука, и я очень боюсь каких-то катаклизмов, чтобы они были здоровы. Это первое. И я думаю, что эта боязнь разделит любой человек, который смотрит нас сейчас с вами, вообще любой живущий, нормальный человек, больше всего на свете боится, что болезнь какая-нибудь нехорошая застанет его родных и близких. я боюсь с высоты смотреть в небо. Но это я не боюсь, я это делаю, но у меня инстинктивный такой в животе. я могу пройти над пропастью, что я и делал, но вверх поднимать голову мне страшно. Ну, такая чистая инстинктивность. Могу и до идти с парашюта прыгать, но на высоте посмотреть наверх, это секрет такой, в принципе, который можно рассказать. А так, в принципе, не знаю. Не знаю. Говорить о каких-то серьезных государственных опасениях, ну, я думаю, что это будет лишнее, потому что все мы боимся тех вещей, которые могут не оправдать наших надежд. Мне бы не хотелось, конечно, я боюсь вот этих родителей один и два, да, потому что ну, и так далее. Я боюсь этого, потому что мир исчезнет, если дальше так будет все продолжаться. Но это такие страхи философские. В принципе, в принципе, я мало чего боюсь. Когда-то вы сказали о том, что обязательно в своей жизни напишите сценарий к фильму. Что сейчас с этой мечтой? Ну, сейчас есть задумка такая по одесским песням моим художественным фильмом делать. Ну, дай бог получится, не знаю. Я, по крайней мере, там участвую в работе над этим. Мне самому написать сценарий? мечты, мечты, где ваша сладость. Для этого нужно время, опыт и знания. Я не люблю дилетантов, как мы определились вначале. Самое страшное это дилетантизм. Поучаствовать в написании сценария я с удовольствием. Писать самому сценарий нету практики, нету умения. Это не моя профессия. но о чем я знаю, да, я с удовольствием бы снял фильм об офицерских женах с удовольствием. О женщинах офицеров, о женщинах гарнизонных, военных. Потому что у нас огромная армия, у нас большой флот и у нас очень мало хороших произведений о героической и тяжелой жизни женщин армии и флота. А это огромная часть населения нашей страны. Вот эти тетки, которые начинают с девочек молодых и заканчивают бабушками, вот эти тетки всю жизнь мыкаются вместе с армией и флотом беззаветно, бескомпромиссно. со своими верными мужьями по жизни. Я таких знаю, многих это великие люди. Если мы говорим о ваших книгах, ждать ли что-то в ближайшем будущем от вас? Ну меня тычет все время, чтобы я начал что-то прозаическое делать. Требует совесть это. Читая ваше раннее интервью, я опять же наткнулась на историю, когда вы там будучи студентом буквально сели за стол, начали писать, проснулся, почитал, Страшнее, страшнее ничего не читал в жизни. И пообещал себе, что возможно ближе к 60. именно так. Вот сейчас ну очень меня уговаривают, еще раз говорю, стыдят, совестят. Ну посмотрим. Опять же, читая какие-то комментарии о вашем новом альбоме, я увидела отзыв, что вы подобное уже обещали в 80-х создать именно блюзовый такой релиз. И вот, пожалуйста, оно свершилось. Для этого всего ничего потребовалось. Пандемия. Вы как мужчина слово держите. Я стараюсь. Стараюсь. Значит, книги быть. Будем стараться. Финальный вопрос нашей программы для всех всегда звучит одинаково. Если бы можно было выбрать что-то одно, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу. Я думаю за то, что он позволил мне родиться у моих родителей. И жить мне с моей семьей, с моей бабушкой, с моим братом, и родиться у мамы с папой. Спасибо Богу за это, что он мне не родил в другой семье. Спасибо вам огромное. У вас невероятный какой-то путь просто, и все через любовь, и все через человеколюбие. Я не могу это не отметить. И знаете, что самое интересное, опять же, говорят, все можно исправить, добавив щепотку розенбаума. Вот творите дальше, пожалуйста, проповедуйте эту любовь и красоту доступными вам методами. Спасибо вам большое, Инесса. Спасибо вам всем и телезрителям за терпение. Спасибо.